Уже традиционная и полюбившаяся многим акция «Библионочь» прошла на Кубани. Порядка тысячи библиотек всех городов и районов края провели праздничные мероприятия. Как встречали своих читателей в эту особую ночь в году в Славянской межпоселенческой библиотеке, смотрите в следующем материале выпуска. Ежегодный фестиваль чтения «Библионочь» в нашей стране прошел уже в седьмой раз. В эту волшебную ночь библиотеки открывают свои двери для ночных посетителей, представляя им не только самые интересные и редкие книги из своих хранилищ, но и проводят конкурсы, викторины, театрализованные представления. Делается это все для того, чтобы привить интерес к чтению, ну и, конечно же, привлечь новых читателей. В этом году она проходит на тему «Магия книги». И так как в нашем крае еще есть две даты – это 75-летие освобождения от немецко-фашистских захватчиков и 80-летия Виктора Гавриловича Захарченко, то в этот день, помимо различных по форме и содержанию мероприятий, связанных, конечно же, с книгой, мы проводим мероприятие в память о юбилее Виктора Гавриловича Захарченко и, соответственно, вспоминаем героев наших, кубанских, той войны. Мы рады приветствовать и читателей наших постоянных, и новых читателей. Стараемся, чтобы всем было интересно, никто не ушел без положительных эмоций. В Славянской межпоселенческой библиотеке праздничные мероприятия проходили в течение всего дня. Школьники участвовали в работе армейского пресс-центра. Итогом их работы стали два выпуска вот такой импровизированной военной газеты. Также для ребят проводились всевозможные игры и викторины, интерактивные презентации. В общем, из библиотеки они ушли с багажом новых знаний. Нам рассказывали о Великой Отечественной войне, о том, что на ней происходило. Я узнала много нового, что было в нашем городе, об оккупации Славянска на Кубани. Также к всероссийской акции сотрудники библиотеки подготовили две выставки под названием «Книги, изменившие жизнь и магия книги», на которых представили самые интересные и необычные печатные издания, в том числе и из личных хранилищ. Есть интересные книги о древних «Семи чудесах света», «Великих пирамидах». Это книги об архитектурах и сами книги построения необычных в виде пирамид. Это наши библиотечные книги для школьников, достаточно интересные, иллюстрированные, богато иллюстрированные. И не открывается необычно. Тоже такое построение книги, когда можно её вот так открыть и посмотреть. Вечером библиотека распахнула свои двери для более опытных читателей. Там прошла литературно-музыкальная встреча, посвящённая творчеству Виктора Захарченко. В тёплой, непринуждённой обстановке за чашечкой чая гостям рассказали о жизни кубанского композитора, послушали его песни. Артисты фольклорного ансамбля «Ярудка» исполнили свой репертуар. «Яблоневый вечер, звёздами рассвечен, и с краёв горёвких снёв пришла весна. Снёжно окошко, слышится гармошка, и душа моя надеждою полна. Снёжно окошко, слышится гармошка, и душа моя надеждою полна. Творческая встреча в библиотеке продолжалась до позднего вечера. Анна Монастыренко, Георгий Калинин, программа «События». Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова